Если школьник не справится с задачей, ему поставят двойку. Если бухгалтер обсчитается, его посадят. Если военный проштрафится, его разжалуют. А что будет, если президент пообещает и не сделает? То ему новую конституцию, несколько сроков и портрет в раме за полтора миллиона рублей. Но не тот, о котором вы подумали. И Лебединого озера тоже не дождетесь. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие. С вами Юля и мы начинаем. Итак, управление делами президента на прошлой неделе купило две шестиметровые рамы для портретов руководителей Стоимостью полтора миллиона рублей. Каждый. Портретов. Руководителей. А кто второй? Уж не Шайгули? Или раздвоением личности попахивает? Руководитель один, а портрета два. А, нет, поняла. Один портрет в анфас, второй в профиль. А может, еще на крышу автомобилей установим и будем возить по центральным улицам города? Ну, или заставим каждую русскую семью повесить портрет лидера у себя в гостиной? А Росгвардию обяжем проверять каждый месяц, вытирают ли хозяева с портрета пыль. И если нет, то выговор, штраф, розги, а может даже и тюремное заключение. Твою мать! Офигнили, Лешка. Но вы не услышали главного. Каждая рама обошлась в полтора миллиона рублей. И это при том, что где-то под Красноярском через месяц после начала учебного года школу, в которой летом сделали ремонт, в октябре вдруг признали аварийной. Здание может сложиться как карточный домик, утверждают в местной администрации. И как вы думаете, какое решение приняли власти? Бинго! Перевести детей на дистанционное обучение. А че мы его же не просто так репетировали в первую заразную волну. Теперь это выход и еще из одной ситуации, когда денег на ремонт школы нет, а рамки закупить надо, отправляя детей на дистант. Кстати, что-то подобное можно увидеть и в Алтайском крае. Там детский сад, как готовый к новому учебному сезону, приняли с отваливающимся кирпичом и заклеенной на скотч стеной. Рывок с прорывом в действии. Хотя, если обозначены выше рамы подарок ко дню рождения президента, то почему бы и нет? На этой неделе он встретил свой 69-й год. Вот циферка с намеком, знаете ли, и я сейчас не про сексуальный подтекст, а про то, что сегодня ты сидишь на попе ровно, а уже завтра все может встать с ног на голову. Уважаемый Владимир Владимирович, мы отряды Путина поздравляем вас с вашим днем рождения. Мы хотим вам пожелать, чтобы вы еще после этого не менее двух сроков пробыли президентом. С днем рождения, дорогой Владимир Владимирович! Поздравляем! 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 Всех излечит и исцелит добрый доктор Айболит. На этой неделе стало известно, что с 1 декабря в некоторых регионах России начнут штрафовать за отказ от вакцинации. В региональном управлении Роспотребнадзора Липецкой области информацию подтвердили. Сообщили, что правонарушители собираются привлекать к административной ответственности за неисполнение противоэпидемических мероприятий. Я напомню, с 30 сентября в Липецкой области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. И я вас уверяю, что если там все пройдет успешно, то не исключено, что опыт этот обязательно распространится по всем регионам России. Сначала обязательная вакцинация, а затем и штраф за отказ от нее. Приехали, друзья, конечные. Выборы прошли, теперь можно смело приспускать штаны и слегка нагибаться вперед. Будут вводить вакцину. А, нет, ее же в предплечье ставят. Но все равно, друзья, следующие пять лет можно не разгибаться и штаны не натягивать. Ну, потому что ничего нас уже не спасет. Ни конституция, ни федеральные законы, которые громко так кричат о том, что любое медицинское вмешательство незаконно. При этом почему-то забывается седьмая статья Международного пакта о гражданских и политических правах, по которому ни одно лицо не должно без свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам. Также я нашла в интернете информацию о том, что принудительная вакцинация противоречит принципам Нюрнбергского кодекса, Хельсинской декларации, резолюции ПАСЭ за номером 2361 и некоторым другим документом. Почему-то это никто не берет во внимание. А помните, как все начиналось? Масочки при входе в магазин. А теперь массовая вакцинация и QR-код как способ выжить. С того же 1 декабря, но уже в нашей, в Свердловской области, свое действие начнут так называемые чистые зоны. Это заведение, вход в который будет разрешен исключительно по QR-коду. Причем отрицательный ПЦР-тест действовать не будет. Список мест, а это рестораны, выставки, музеи, фитнес-клубы, тренажерные залы и бассейны, сейчас уточняется. Однозначно войдут в чистые зоны, санаторий, дома отдыха и загородные базы. В будущем в список войдут торговые точки, не связанные с продажей товаров первой необходимости. Друзья, теперь все встает на свои места. Теперь понятен портрет среднестатистического россиянина, так необходимого этому государству. Этот человек, который перейдет на МакАвто, не посетит больше ни одного музея и ни одной выставки, перестанет ходить в тренажерный зал и бассейн, а также не сможет позволить себе купить что-то, например, из подарков. Ну, потому что магазины с товарами не первой необходимости, просто-напросто перестанут быть для него доступными. Все для вас, дорогие мои толстые, необразованные россияне. Но, как бы они нас не зажимали, выход из ситуации всегда найдется. Интернет нам в помощь в борьбе с безграмотностью и уличный воркаут в борьбе с лишним весом. Лично меня им не сломить. Надеюсь, вас тоже. Инициатива так и прет. Единоросс Александр Хинштейн предложил отрепетировать отключение интернета в России. Ну, типа, а что, давайте попробуем и посмотрим, что из этого выйдет. А вы, Александр, дальше своего носа смотреть умеете? Если подключить к мозгу функцию дальновидности, то станет понятно, что все-таки ждет Россию без повсеместных соцсетей. Одни лишатся бизнеса в Инстаграм, вторые перестанут снимать тупость в ТикТок, третьи потеряют своих пенсионеров-одноклассников, а потом все вместе напишут посты о том, как переоценили свою жизнь, подведут итоги работы онлайн и начнут, наконец, выходить в оффлайн. Все просто. Правда, Александр, найдутся и те, кто прямиком выйдут на главные площади всех российских городов. Надеюсь, догадываетесь, с какой целью. Но это будет уже совсем другая история, так что заигрывать с отключением интернета я бы не стала. А то вдруг заиграетесь и завтра проведете ток-шоу «День без электричества», «Два без работающей канализации», «Три без воды и газа». А там и до прекращения подачи кислорода дойдет. Российская действительность, она такая. Вместо того, чтобы решать проблемы, мы запрещаем о них говорить. В школах Екатеринбурга в ближайшем времени появится нейросеть, которая будет прослушивать учеников и реагировать на стоп-слова типа «бомба», «взорву», «убью», «расстреляю», а также на определенные звуки. В случае обнаружения потенциально опасного контента кусок с аудиодорожкой будет тут же выслан учителю, школьному психологу или завучу. С одной стороны, все здорово, но это только с одной стороны и только на первый взгляд. Потому как, во-первых, ни один из стрелков во время своего поступка не проронил ни слова. Во-вторых, идея после обнародования уже обречена на провал. Ну, потому что современные дети и троллинг – это синонимы, и они специально будут провоцировать систему, дабы понять, а что будет, если. Ну и в-третьих, допустим, кто-то проник в школу, начал рассказывать о готовящемся масшрутинге. Информация поступит к директору, которого, например, нет на месте. Тот вовремя не среагирует, и вот он, трагический финал. Ну, потому что ни Росгвардия, ни спецназ, ни полиция в этом процессе почему-то не участвуют, а именно они и должны быть. И если уж мы тратим огромные деньги на уличную видеофиксацию, то почему бы не зашить в программе основное действие? Попал в объектив камеры человек с оружием, тут же сигнал об этом передан полиции, и на место выехала спецбригада. Это же элементарно, и не потребует больших вложений, ни финансовых, ни человеческих. А так, я вам скажу, что на молодежном сленге слово «бомба» имеет совершенно другое значение. Это что-то вроде «круто», «клево», «супер». Вовсе не то, о чем вы подумали. Но при этом возбудиться может не только директор, но и приехавшая по звонку ГБР. ФБР, открывайся! Вы на канале «Реальная журналистика», смотрите спецвыпуск «Вести без Киселева». Но на нашем канале «Ермак Медиа» каждую субботу и воскресенье мы готовим для вас сразу два выпуска новостей. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, выражайте симпатии. В комментариях пообщаемся лично. Ну а у меня на этом все, не отключайтесь надолго, завтра на «Ермаке» увидимся вновь. Всех люблю, пока-пока!